Привет. Хаски. Дима, здравствуй. Ты во многом в Москве? Шесть лет. Тебе нравится? Наверное, да. Почему наверное? Ну, что-то нравится, что-то не нравится. А что не нравится? Людей много очень. Хаски. Русский рэпер. Настоящее имя Дмитрий Кузнецов. Родился в Улан-Удэ. В 16 лет переехал в Москву и поступил на факультет журналистики МГУ. В Москве живет с 2010 года. С первого курса начал работать журналистом, в том числе на федеральных каналах НТВ и ВГТРК. В 2011 ходил на оппозиционные митинги в Москве. После начала боевых действий в Донбассе в 2014 ездил в качестве журналиста в Донецк. Живя в общежитии журфака ДАС, начал сочинять свой первый альбом «Собачья жизнь». Выпустил его в 2013. ИП «Автопортреты» вышел в 2015. Новый альбом «Любимые песни воображаемых людей» в 2017 году. Как ты пишешь стихи? То есть, понимаешь, их стали публиковать отдельно, твои стихи, расшифровывают твой рэп, публикуют как текст и разбирают серьезные критики и говорят, вот, ну, вот эта поэзия, вот эта поэзия, это очень здорово. И он вообще без музыки живет. Я первый текст твой прочитал, а не услышал. Ну, я так не планировал делать. Кто-то придумал. Я за это ответственность не несу, короче. Нет, хорошо. Ты хочешь, чтобы это была книга? Я сам никаких, пока не буду усилий предпринимать, чтобы в печатном виде в каком-то, или вообще хотя бы собрать это все. Мне не интересно. Там лежит моя черная книжка, я пишу туда черные сказки. Там живут мои черные люди и живут свои черные жизни. Черный, черный, черный голос. Юрий Сапрыкин. Здравствуй. Здорово. Что ты думаешь о Хаске? Это, безусловно, поэзия. И это очень талантливо и органично сделано. Я помню, когда я увидел клип «Черным-черной», еще не было всей этой волны интервью и хайпа и всего остального. Я остолбенел совершенно, насколько тексты, поведение, подача, интонация, насколько это все сливается в какую-то органичную историю. И раньше такого не было. Юрий Сапрыкин. Журналист, публицист, музыкальный критик. Родился в Тульской области в 1973 году. В Москву переехал 27 лет назад. Работал на авторадио, а с 1999 года на нашем радио под псевдонимом Юрий Близорукий. С 2003 по 2008 главный редактор журнала «Афиша». В 2011 главный редактор издания «Слон». Теперь оно называется «Репаблик». В конце 2011, в начале 2012 года был членом оргкомитета митингов за честные выборы на Болотной площади. В том же 2011 вернулся в объединенную компанию «Афиша Рамблер», где проработал шеф-редактором до 2014 года. Даже в хип-хопе в русском были люди, которые изображали из себя гопников или писали тексты на какие-то околокриминальные темы, делали это как пародию или делали это как такой искренний нео-шансон. А Хаски первый человек, который из этой такой внутренней, низовой, местами криминальной, местами жутко романтической жизни России, он делает прям поэзию. Но это большая поэзия, судя по всему. По крайней мере, это точно поэзия. Да. Да. Сейчас, когда меня не станет, мыслей ласковых твоих, я вздругну в разбитом теле, ополаскивая, рыхлая нутру какой-то дрянью. Тебе не кажется, что это тоже шансон немного, то, что ты делаешь? Нет, это абсолютно точно не шансон. Хотя, ты понимаешь, что ритм другой, текст другой, а сюжет похож. Нет, это неправда. Просто шансон, он разный бывает. Но мне кажется, что он работает с подсознанием людей. Потому что там такие очень архетипичные вещи все время поднимаются. Там мать, там икона, там это все. Прости меня, мама. Ну да, да, да. И это, по большому счету, всем понятно, с широким слоям. Вот. Ну, я тоже работаю с подсознанием, на мой взгляд. Может быть, только в этом. И тоже использую какие-то архетипы, которые, в принципе, понятны русским людям. Ну, на мой взгляд, понятны. Но при этом у меня нет никакой цели. Ну, сознательно идти на сближение с кучей народу, да, с вот этой аудиторией шансону. Ты понимаешь, откуда люди, которые, молодые люди, которые добиваются огромных, там, тысячи миллионов просмотров в интернете, откуда они берут эстетику поведения в кадре, и откуда они взялись? Они, как пела группа Каста, мы берем это на улице. Если ты родился и прожил 17 лет в городе Улан-Удэ, тебе не надо это как-то специально изучать. Интонация, которая в тебе сидит, более того, она сидит во всех нас. Вот мы четко понимаем, что когда к тебе вот обращаются вот так вот, да, то, ну, как бы следующим действием будет, наверное, куда-нибудь удар как минимум в скулу, да. И когда с этой интонацией тебе зачитывают очень местами мастерски сделанные, очень-очень болезненные, очень талантливые стихи, да. Это разрыв шаблона возникает именно в том, что ты от человека с, там, условно, с кастетом не ожидаешь интеллектуального действия. Это даже можно этого не видеть, да. Вот мне кажется, что, ну, там, то, что хаски ходят в спортивке и... Ну, это ведь на самом деле абсолютно неважно. Ну, дело десятое, да. Как бы здесь работает именно сочетание этой интонации и текста. Вот. И то, что текст этот, ну, как бы местами, ну, почти гениальный. В каждом треке есть пара фраз близких к гениальности, пара фраз где-то на грани пошлости, да. Вот, то, что вот человека в рамках, там, одной страфы вот так носит сверху вниз, это тоже создает какое-то напряжение. Почему в панельке твой лирический герой непременно без отца? Мы много с друзьями на тему разговаривали. Такая общая проблема поколения людей, которая выросла в девяностых, в нулевых. Ну, это типичная история. Без отца? Да. А эти люди обречены искать отца всю жизнь? Не знаю, это психотерапевты должны на эти вопросы отвечать. Но мне кажется, что в какой-то степени да. Это про поиск идентичности, который вот здесь. Ну, как бы, да, мы выросли вот в этих панельках, да. Да. Да, мы, вот у нас такой бэкграунд, да, у нас такие родители, да, у нас такие телепередачи, да, у нас такой политический строй. А теперь давайте расскажем об этом и споем об этом так, как будто это, ну, на самом деле очень круто. Потому что рэп сейчас есть везде, на войне, не на войне, в любом городе, в любом дворе практически этот рэпер сейчас. Потому что у этого мира, если посмотреть на него, отойдя на шаг, есть очень много действительно выдающихся свойств. Поэтому ничего удивительного. Просто это такой какой-то, ну, простой язык. В этой музыке и в этой эстетике очень много апелляций к девяностым. Времени, когда их родители были примерно в том же возрасте. Аудитория, там, 70-х, 60-х годов рождения, ну, людей, слушает радио Шансон, условно, покупает билеты на Ваенгу, то молодежь в таких же объемах слушает, ну, хип-хоп. Он же очень разный, очень много его. Ну, это интеллектуальный вид, чуть не сказал искусство. Ну, не спорта, конечно, это искусство, безусловно. Нет, хип-хоп это не интеллектуальный вид вообще. Это, ну, изначально танцевальная музыка. У нас, в России, ее, ну, она тоже имеет свой извод, как я уже сказал. Вот. Но, в целом, это никогда не было интеллектуально. Но в России получилось, что появились батлы, Оксимирон, ты, и люди стали слушаться слова, и очень образованные люди тащатся просто, исходят с ума от риф. И это опять превратилось в, на самом деле, литературу. Ну, может быть. Нет, разве не так? Это какая-то магия языка, я не знаю вообще, почему-то. Есть определенные тенденции. Ну, в России все, что, любая музыка, которая не делается, она так или иначе. В итоге появляются какие-то люди, которые именно, ну, тексоцентричные, которые именно об этом, о тексте, о поэзии. А это значит просто много непроговоренного, что необходимо в тексте, потому что можно, на самом деле, было про вечеринки, все были бы счастливы. Наверное, не... Но про вечеринки тоже должен кто-то петь, на самом деле. Не, это-то да, но если все время появляются люди, которые проговаривают текстами какие-то проблемы, а у тебя тексты прям проблемные, то значит, это необходимо? Ну, я не знаю, наверное. Мне хочется верить, что... Я просто спрашиваю тебя, почему об этом? Это проблемные тексты, потому что так круто продаваться? Или ты говоришь, что это проблемный текст, потому что ты не можешь по-другому? Ну, потому что мне неинтересно просто писать другие, вот, и все. Я пишу такие. В черных тачках, похожих на больших черепах, перекрикивать мысли в чужих черепах. Тут можно, знаешь, прямо арифметически провести параллели, вот как в 80-е, не знаю, группа «Браво», там, «Бригада С», «Мистер Твистер» реанимировали эстетику оттепеля и стиляк, которые были за 25 лет до них. Вот точно так же сейчас грибы, хаски и все остальные, они реанимируют эстетику 90-х, которые были за четверть века до них. Вот этого, ну, как бы жесткача, такой брутальности и крутости, и какой-то свободы и веселья, которая в этом была. Я бы сказал, что это не про простые ценности, это скорее про принятие, ну, каких-то здешних особенностей, про какое-то базовое принятие жизни, вот так, как она устроилась там в России к 17-му году. Первое поколение, которое делает здесь жизнь не меняя интересной, потому что поменять ее невозможно, а интересную хочется. Немножко следствие стабильности, да, потому что люди выросли точно так же, извините, меня что-то повело на параллелях, но точно так же золотой век русского рока, это когда там до 20 лет доросли люди, которые всю жизнь прожили при Брежневе, которые не переживали никаких исторических потрясений, ну, наверное, где-то в глубине души о них тосковали, или там смотрели кино, или пытались из этого, в этом найти какую-то энергию. Ну, если такой логики, то они как раз и доживут к 30-ти до перестройки, 40-ка. Параллели всегда хромат. Ну, это параллели, да, параллели тут, конечно, не работают. Ну, в общем, да, это музыка, сделанная первым поколением людей, при жизни которых все было плюс-минус одинаково, ну, и там плюс-минус улучшалось от года к году. Субтитры сделал DimaTorzok